7. Четвертый том Добротолюбия, страница 439, глава 227, пункт 4. Святого Фиода распредита наставление монахам. Или не знаете, что наделал грех? Не вёл ли он в мир смерти? Не растлил ли землю? Не наполнил ли вселенной гробами от начала мира доселе? 8. Ибо человек был не тленен до преступления заповеди. 9. И ничего и сказанного ещё не было на деле, пока первозданный пребывал неуклонно верным данной ему заповеди. 10. Он и вечных мук есть виновник, он и неугасимого огня гиенского есть поджожка, он и червя нескончаемого есть пища. 11. Он человека в честь Исущего сделал подобным скотам несмысленным. 12. Поскольку он так многобедствен и смертоносен, то надо бегать его, сколько сил есть, 12. И избрать добродетель, который людей являет ангелами, сопротивляется демонам, 13. Прогоняет все страсти и на коне Старствия Небесного получает награду, 14. Которая достигнуть будет всем нам благодатью и человеколюбием Господа нашего. 228. Длительность настоящей жизни ни скуку или раздлинение нерадения должно порождать в нас, но более рвение и ревностнейшее тщание о благоугождении Богу, так как мы всегда близки к смерти. 23. Никакой раб, приближаясь к Господину Своему или посланник, пославшему Его, дать отчет, 24. Не предается беспечности, но столько бывает озабочен, что окажется вышедшим из себя. 25. Что другое и мы? 26. И мы приближаемся к Господу нашему, лучше же сказать, Господь приближается к нам. 27. И страшное судилище Его, на которое все предстанем ногими и открытыми, чтобы дать отчет о пережитом нами, 28. И получить зато или царство вечное, или муку вечную. 28. Помышляя об этом, кто может предаваться беспечности? 29. И не более ли сильнее огня возгорится всяк рвением творить волю Господа Своего, 29. Чтобы не оказаться таким же, как тот раб, что, связанный по рукам и ногам, извержен был из брачного чертога? 29. Если эти примеры не страшат нас, то постараемся живее представить себе будущее через сравнение его с тем, что бывает в настоящем. 30. Не видим ли, как враги царя одни в темницах мучатся, другие бичами эстезуются? 31. Те ссылку ссылаются, эти очей лишаются, иные бывают в опасности лишиться самой жизни. 31. Но и те, которые ничем не провинились, каким страхом и трепетом предстоят и служат, 32. Туда и сюда посылаются на войну и на другие тяжелые дела. 32. И нет противоречащего, нет неповинующегося, если так бывает у царя смерти. 33. Смертного. Не тем ли более у бессмертного и единого царя царствующих и Господа господствующих? 34. Со страхом и трепетом должно это совершаться. 35. И ничего, кроме повеленного, не делать все. 36. Слышите, что говорит Слово Божие? 37. Или о богатстве, благости и кротости и долготерпения не родишь, не зная, что благость Божия ведет тебя к покаянию? 37. Но по жестокосердию твоему и нераскаянному сердцу собираешь в себе гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия, который воздаст каждому по делам его. 38. Да устрашат нас, устрашает нас это. И всякий день станем проводить со всем вниманием и бдительным самоохранением. 39. Рано утром по знаку, точно живо вставая и сон прогоняя, и по трезвенной молитве в келии, и в общем собрании, принимая всякие за свое дело, келарь в келарне, повар в поварне и прочие, все всякие на своем месте. 40. Нигде ропот, нигде прислушание, нигде крик, нигде противоречие, и не злость скрытнодержимая, что по наружности только казаться мирным, внутри же питать злобу, и как только случай, ужалить подобно змею или отомстить подобно мстительному верблюду. 41. Случилось оскорбление и прошло, но искренне ли совершилось раскаяние или прощение, не распалитесь опять помыслами и не покуситесь воздать злом за зло или досаждением за досаждение, напротив, благословляйте, зная, что вы на то призваны, чтобы наследовать благословение. 42. Хотящий жизнь любить и видеть неблаги, да удержит язык свой от зла и уста свой от лукавых слов, да уклоняются от зла и сотворит благо, да взыщет мир и додержится его, потому что очи Господни на праведных и уши его к молитве их, лицо же Господне на творящих злое. 42. Празднику воскресения Христова и вся тварь, как бы мертвость некую, зимний печальный покров отложив, расцветает опять и как бы оживает, земля покрывается зеленью, дерева листьями, животные скачут, играя, море успокоилось, и все преобразилось в лучшее состояние. 43. Но чего ради это сказалось у меня? Вот чего ради. 44. Что если бездушные и бессловесные твари так срадуются пресветлому воскресенью и такой праздничный принимают вид, никем ли более мы, разумом и образом Божиим почтенные, должны благоукрашать себя доброй жизнью и благоухать духом? 45. Ибо воистину благоухание Христово есть тот, кто украшен добродетелью, как свидетельствует апостол, говоря, «Вы Христово благоухание Богу, спасаемых в погибающих, одним запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь». 46. При этом и то еще пригодно сказать, что и Адам, прежде преступления заповеди, был благоуханием Богу, украшен, будучи бессмертием и нетлением и объят небесными созерцаниями. 47. Почему, как древо некое святистое и благоуханное по достоинству, во дворен был в раю, благоухая добродетелями? 48. Можно здесь помянуть и то, что Исаак, патриарх, ощутив приятное благоухание в сыне своем Якове, сказал именно «Вот запах сына моего, как запах нивы полной, которую благословил Господь». 49. Конечно, понимая этот запах духовно, будем же, братья, и мы благоухать благоуханием духовным, которое и уготовим в себе сочетанием всякой добродетели, как некий искусный мироварец. 50. Такое миро благословено, такое миро Богу приятно, таковое миро привлекает ангелов и отгоняет бесов. 51. Этим миром привлеченные чистые души текли вслед Христа Господа, как поется в песнях песней. 52. Так всегда должно быть. 53. Но в нынешнее время принадлежит нам благоухать преимущественно православием по случаю иконоборческого нечестия. 54. Иконоборцы кричат «Бог бестелесен, его изображать невозможно», и думают, что изрекают, не знают, какую мудрость. 55. О, несмысленная! 56. Исповедуете ли вы Богом Господа Иисуса? 57. Полагаю, что скажете «да». 58. Слушайте же, что сам Он говорит, являясь по воскресенье апостолом святым, 58. И посвящая их в сокровеннейшее и изумительнейшее таинство спасительной веры по неизреченному своему снисхождению, 58. Касался Он пищи для удостоверения в истине своего воскресенья, 59. Хотя плоть его, святая по воскресенью, не имела в том нужды. 59. Вкушал и пил, и был осязаем, и думавшим, что Он Дух есть, сказал «Видите, руки мои, ноги мои, как я это сам! 60. Осижите меня и увидьте, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня!» 60. Что скажет на это иконоборческий христоборец? 61. Имеет ли Господь плоть и кости? 62. И может ли потому быть изображаем на иконе? 63. Если этого последнего нельзя, то и первого не было. 63. Но говоря, что имеет плоть, он молча или подразумевительно свидетельствует сам, 64. Что и изображаем на иконе, может быть, ибо эти две черты одна другую предполечают. 64. Почему эти иконоборцы одинаковые с манифеями, муку примут, погибель вечную, как написано. 64. Мы же, братья, в православном мудровании, веруя, что и видеть можно Господа нашего Иисуса Христа на иконе и поклоняться Ему на ней, и упокоиваясь на этом, всю ревность обратим на то, чтобы достойную веру нашей и жизнь показывать чистую, безукоризненную, непорочную, 65. Чтобы ни на ту, ни на другую колень не хромать, но и то, и другое благоискусно ступая, достигнуть нам Царствия Небесного. 230. Праздников праздник для нас и предверях сущее вознесение Спасителя нашего Иисуса Христа, таинство великое и приестественное. 230. Ибо естество наше вземлится за пределы видимого неба, как написано, Бог, богатый в милости, нас, мертвых, пригрешениями, соживился Христом, и с Ним воскресил и посадил на небесах во Христе Иисусе, 230. Одеснуя себя на небесах, превыше всякого начальства, власти и силы, и всякого имени, именуемого не только в веки всем, но и в будущем, 230. И все покорил под ноги его, и того дал главу выше всех церкви, которая сделала его исполнение, исполняющая всяческое во всех. 230. Видите, на какую высоту славы подъято человеческое естество? Не от земли ли на небо? Не от пления ли к не плению? 230. Сколько иной трудится, чтобы сделать со другом царю земному и смертному? Мы же и при том, будучи отсуждены, и враги помышляемы в делах лукавых, 230. Даром не только примирены Богу и Отцу Господу нашим Иисусом Христом, но и до сыновления возвышены. 230. И ныне естество наше на небесах, от всякой видимой и невидимой твари поклоняемое. 230. Таково величие неизреченного человеколюбия благого Бога нашего, помыслив о нем и зная недомыслимость его для нашего ума, блаженный Павел молится, да Бог Господа нашего Иисуса Христа даст верующим Духа премудрости в познании Его. 230. Ибо увидите нам, кое есть упование звания Его, и какое богатство, слава, достояние Его во святых, и какое приспеящее величество силы Его в нас, верующих по действу державы крепости Его, которую содеял во Христе. Но что ведь и было? Пришел Он к нам всеблаги, через девственное рождение, поработился подобающим законам естества, зашел на крест, пригвозив на нем наше рукописание, которое было против нас, не шел в преисподней земли, разрешив болезни смертные, воскрес, совоставив в себе человеческое естество, наконец вознесся во славе и вив себя ходатаем за нас Богу и Отцу. Таково, вкратце сказать, значение этого святого праздника. Созерцая его и уразумев, что мы тело Христово есть, благоговейно почтим дар, будем хранить свое благородство, не предадим благодати, не сотворим членов Христовых членами блудницы, но еще более очистим себя и в помыслах, и в действиях, еще более отрешимся от плоских похоти, воюющих на душу, житие наше, имея доброе в себе самих, мирное, благопокорное, послушливое, смиренное, благоустроенное, каковое житие и есть житие блаженное. Утехи же и забавы, смехи и невоздержания предоставить надо плотолюбцам и животолюбцам, которые видящие не видят и слышащие не слышат. Окамененные имеют сердце и отягченные уши, чтобы не различать добро от зла, свет от тьмы, жизнь от смерти. Мы же, братья, будем держать все исповедание, в котором стоим и хвалимся упованием славы Божией. Возьмемся за труды подвижнические, в которых подвязались святые, в числе их и ныне песнословимый, пахомий, блаженный. Здраво смотреть будем, здраво слушать, здраво осязать. Всеми членами здраво будем пользоваться, да наследники будем по обетованию жизни вечной. 231. Празднуем Вознесение Господне, конец воплощенного домостроительства Господа нашего Иисуса Христа. Все совершив по воле Отче, вознесся Он во славе и нас-то воскресив, посадил и на небесах во святой плоти Своей. 242. Какое богатство славы Его и какое приспеющее величество силы Его, что смиренно и ничтожное наше естество возвел на Божеский царский престол и всякая небесная сила Ему поклоняется. Помышляя об этом, страха и трепета исполнимся. Благоговейно почтим величие дара и достойно главы нашей будем жительствовать, как члены Христа, как стелесники Его и сонаследники, а в чистоте, в ведении, в долготерпении, в благости, в духе святия, в любви нелицемерной, в слове истины, в силе Божией, со всяким послушанием и смиренно мудрием, со всяким старанием и вниманием, ничего не произнося неуместного, ничего не делая против заповеди. Итак, оскверняющий тело уже не Христов член, злопамятствующий уже не Христов член, другой у какой страсти обладаемый уже не Христов член, и потому уже не достоин причащать от святых тайн. Ибо апостол говорит, да испытай же себя человек, и таким образом ест от хлеба и пьет из чаши сей. Идущий и пьющий недостойно суд себе ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем. Посему многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы судили сами себя, то не были бы осуждены. Будучи же судимы от Господа, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром. Потому упреподобимся и очистимся, да достойно членами Христовыми наименованы будем, и святых тайн достойно причащаться будем. Если же случается нам от невнимания возгореться похотью злой, или гневом, или завистью, или ненавистью, или другим, чем ненавистным Богу, да не дивимся, но поскорее восстановим себя в прежнее доброе настроение, отрезвимся, и не замедлим возле этом, ибо произвольное замедление в этом приносит неизвинительное осуждение. К тому же, разве смерть не может нечаянно прийти? Вот вчера посетили мы епископа болящего и нашли его в большой нужде, всего истощенном огневице, туда и сюда обращающим взор, и нигде помощи не находящим. Разве мы не можем тотчас тому же подвергнуться? А эти муки сравнительно с будущими что суть? Сон и тень. Тот огонь не угаснет, и червь тот не умирает. Мрак не рассеивается, узы не разрешаются, скрежет зубов, не пресекается. И все другие мучения вечны. Действенно помышляя об этом, братья, перестанем страстолюбствовать, завидовать, гневаться, осуждать, клеветать, и ничего другого худого делать не будем. А напротив, станем мирствовать, доброе держать настроение, сокрушаться, благостынствовать, боголюбезно любить друг друга, и все повеленное и усердно и охотно делать, чтобы и вечных мук избегнуть, и жизнь вечную достичь. 232. В пятидесятницу празднуем и Духа Святого Сошествия, о котором говорит Господь, «Лучше для вас, если я пойду, ибо если я не пойду, то утешитель не придет к вам, если же пойду, то пошлю я к вам, и пришед он наставит вас на всякую истину». «Какое это обетование, какое нас удостоение, ни ангела, ни человека послать обещал, но самого соестественного духа». Итак, Сын Божий Единородный, исполнив отеческое дело, восходит на небеса, а Дух Святой не сходит, ни иной Бог, да не будет, но иной утешитель, как написано. «И о неизреченное человеколюбие, утешением нам Бог бывает, и утешает Он скорбную и умученную душу не падать духом в тяжелых обстоятельствах, как свидетельствует Святой Апостол, говоря, «Внутри брани, снаружи брани, боязни, но утешающий смиренных, утешил нас Бог». Утешает Он, устрашенный демонскими страхованиями сердца, возводя Его через дерзновенное упование к непобедимому мужеству, как свидетельствует Святой Давид. «Ты, Господи, помог мне и утешил меня». Утешает, воодушевляя смущенный ум, что Ему дан мир с Богом возыметь и покой, как свидетельствует Апостол, говоря, «По Христе молим, и как бы Сам Бог увещевает через нас, примиритесь с Богом». Видишь, есть свидимое снисхождение, видишь, дар несравненный, «Горе иди народный Сын о нас ходатайствует перед Отцом, как написано, которая одеснует Бога, который ходатайствует за нас. Долу Дух Святой утешает многообразно». Что же воздадим мы за это Господу? Нам остается только восприять песнь псаломскую и взывать. «Все кости мои скажут, Господи, Господи, кто подобен Тебе, избавляющий нищего от руки крепших его, и нищего и убогого от расхищающих его?» И опять «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». И еще «Если бы не Господь помог нам, то давно бы вселилась душа моя в ад, и Господь мне, помощник, не убоюсь, что сделает мне человек. Имея такого утешителя Духа Святого, непобедимую силу, великого защитника Бога, испоборника, не убоимся страха вражия, не устрашимся сопротивных сил, но как его имущее помощником и способником, нам мужественно и твердо поспешим на подвижнические и исповеднические борения, переживая в них дни за днями, не прерщаясь обольщениями змея и не изнемогая под непрестанными его нападениями, угасим плотскую любовь, как наполняющую огнем дом души нашей. Уверяю вас, что это не удовольствие, а опасная болезнь, не сласть, а ума иступление, и злое омрачение, знает это укротившее неистовство плоти, омывшее скверно ее и к единому Богу, прилепившееся всем сердцем, которого что сладчайше и что вожделеннейше. Кто возымел это, тот во плоти и выше плоти, в мире и выше мира. Здесь пребывает и превыше видимого живет, в том волны благодати тихими веяниями духа воздвигаемая тишиной исполняет душу, сколько это возможно. Зачем же попускаем мы, чтоб сластолюбие победил нас, до того извращало и таким изменением изменяло, что мы долу понивших земле к плоти и крови совсем отчуждаемся от всеблагого Бога нашего. Бежим же от всякой страсти, бежим с ребролюбия источника предательства, бежим неверия, как от торгающего нас от общения с Господом, бежим всякой другой страсти, какая бы ни атаковывала душу нашу гнева, зависти, ненависти, самолюбия, своеумия, от особления, чтобы не застала нас неготовыми смерть и не отчуждила от Бога. Отчуждение же от Бога есть отчуждение и от Царствия Небесного. Этого никто не избежит из нетворящих благоугодного Богу. Да возможен же избежать грядущего на сынов противления гнева. Начнем неотступно благоугождать Богу, очистим себя и обновим души свои. Дерзайте, близ Господь всем призывающим Его. 233. Праздник праздников Святую Пятидесятницу сподобились мы отпраздновать. Вот прилежит нам и праздник всех святых. Сколько и каликой опоминаются ныне святые. Кто сочтет звезды небесные, песок с краем моря. Так бесчисленны святые Божии, свидетели истины Божией и мученики, которые верно сопротивлялись враждебной ей силе тиранов и всякого рода мучения претерпели мужественно и с радостью. Огонь, мечи, зверей, колеса, когти железные, все другое, что могла придумать злоба, почитая муки утешением и пролияния крови радостью и в этом убеждении, ходя по разожженным углям, кровью угошая костры горящие и многое совершая в своем естестве, что превышало естество и поражая тем тиранов и царей во свидетельство чего? Того, что Иисус Христос есть Сын Божий и что о имени Его даруется жизнь вечная, как написано. Но одни ли только те свидетели истины, которые кровь пролили? Нет. Таковы и все божественные жизни пожившие, о которых святой апостол говорит, что они прошли мило тех в козьих кожах, терпя лишения, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням в горах, вертепах и в пропастях земных и немного ниже. Талеки муще оближать нас облак свидетелей, гордость всякую отложим и удоб обстоятельный грех, терпением дотечем на предлежащий нам подвиг, взирающий на начальника веры и совершителя Иисуса. Видишь, как он называет мучениками всех любителей преподобия, прискормой и произвольно проводящую жизнь с терпением. Таким образом, братья, и мы причисляемся к мученическому сонму, ибо и мы тем, что любим и терпеливо проходим многоскорбный путь к крестоносной жизни, тем, что храним обед детстве не отрицаемся многих борений нам стоящего послушания, свидетельствуем, что Иисус есть Христос Сын Божий, свидетельствуем, что есть суд и воздаяние, свидетельствуем, что должны перед страшным судилищем Христовым дать отчет в том, как жили, противостоя дьяволу Христову врагу, который мучит и бичует нас прирожениями худых помыслов и смертоносных похотей, понуждая отрешись Бога и воистину те, которые расслившись в беззаконных помышлениях своих и чувствах, повинуются и следуют супостату самыми делами и самым настроением своим, говорят, что для них нет Бога, по святому Давиду сказавшему, сказал безумец сердцу своем, нет Бога, ибо враг, если прежде не произведет в душах людей забвения Бога и как бы отречения от Него, то не может склонить ум к похотениям плоти, к разрешению на грех, к винопитию, к непотребствам, к пирам, к любостяжанию, к идолопоклонству и ко всяким другим неуместностям. Успев же в этом завладеет душою и отторвший ее от Бога ввергает в огонь неугасимый на вечное мучение с собою. Сколь бедственно такое обольщение и какой страшный конец его. Но мы как свидетели Христов еще будем давать доброе свидетельство. Еще продолжим доброе исповедание исповедовать, радуясь со всеми святыми, что сподобились свидетельствовать о Христе, не преклоняя колен перед валом, то есть не склоняясь на похоть и плоти и другие греховные сласти. Не будем верить врагу, когда он будет подлагать нам помыслы отречения от послушания, но будем доблестно противостоять ему, будучи поражаемы, но непобеждаемы. Какой плод такого мученического свидетельства вы знаете? Знаете, что свидетели Христовы свидетельствовавшие о нем всем, и за истинное свидетельство неимоверные муки понесшие. В будущем веке сонаследниками его объявлены будут, как говорит апостол. Когда же Христос яйца жизнь наша, тогда и вы с стояетесь во славе. С ними и мы до конца жизни продолжим свидетельство свое, да сподобимся получить вечное воздаяние и со Христом вовеки пребывать в веселье и радовании. 234 Самый день воскресный, который празднуем мы ныне, достаточное подает нам поучение, если внемлем, ибо в этот день Господь наш Иисус Христос совоставил нас долу поверженных грехам. В этот день сооживил Он нас умерщвленных прегрешениями и необрезанием плоти нашей. В этот день снова отверст нам рай для вкушения от древа жизни, которое есть животворящее тело его и кровь. В этот день, как восстановленное от смерти, можем мы пророческим словом взывать «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Побеждена ты тем, кто сказал «Дерзайте, я победитель». В этот день, говоря апостольским словом, Бог и Отец воскресил и посадил нас на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости Своей в нас, верующих во Христе Иисусе. О, дар неизъяснимый! Отчего и к чему привел Он нас? От смерти в жизнь из тьмы в свет, из рабства на свободу, от вражды в искреннее содружество, и до того простер милость, что соделал нас сообразными образу Сына Своего. Какая неизреченная благодать сия! Какая преизбыточествующая великость любви Его к нам! Что Он Единородного Сына Своего дал в искупление всех нас! И как нам не взывать при этом, кто возглаголит силы Господни, слышно сотворит вся хвалы Его! Салом 105 2 Возлюбим же так возлюбившего нас, умрем за умершего за нас, не возвращаясь к плоти и крови, не обощаясь прельщениями змея, не увлекаясь властями житейскими, и не допуская себя вкусить плода греха, от которого смерть, ибо написано волей согрешающим нам по приятии разума истины. К тому агрессиях не обретается жертва, но некое страшное ожидание суда готово пожрать противников. Евреям 10.26 Почему с опасством и благоговением будем работать Господу, с разумом и добрым устроением будем проводить жизнь, с благоразумным терпением будем исполнять возлагаемые на нас служения, в точности держась повеленного, не в духовном только, но и в телесных делах, даже до возжигания дров и налития воды. Над всем же этим помнить будем, что нам принадлежит неизбежно смерть. Все и ныне брат наш Евдоким отошел ко Господу. Если смерть брата не вразумляет нас, то что наконец обратит нас? Если таинство смерти не убеждает нас, то что еще может удержать нас от пагубных страстей? Разве не известно, что еще когда говорим и совещаемся о том или другом, внезапно может постигнуть нас страшный час смерти? Час страшный и нестерпимый для одержимых грехами, для имеющих неочищенное покаянием падение, для живущих беспорядочных, бесчинствующих и своенравных, но сладостной и многожеланной для боголюбивых, благочестивых и добродетельных, благопокорливых и смиренных? Почему прошу и напоминаю вам, братья, приемлях сердца таковые помышления, будем удалять от страстей, сколько сил есть, и любовь и объемля Христа преуспевать в добродетелях, чтобы совершив так все течение жизни наследовать Царствие Небесное во Христе Иисусе Господе нашим. 235. Ныне день воскресный, мне же предлежит говорить вам о смерти. Видите, как часто братья и осы один за другим отходят от нас. Для нас это не что иное есть, как напоминание, что и мы скоро перейдем отсюда. Придем же не в какие-либо земные и тленные места, но в невещественные и вечные обиталища, из которых нет уже возврата тому, кто однажды туда зашел. Воистину страшна смерть, когда слышишь о ней, но несравненно страшнее она, когда видишь ее очами, как за шесть дней перед всем испытали мы при смерти халкидского игумена.